Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим проводить эксперименты в игре под названием Teardown. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Как вы видите, друзья, мы снова вернулись к самолету, и не просто так, а потому что многим стало интересно проверить несколько вещей, чего уж там скрывать и мне интересно. Например, если взять вот этого пассажира, который просто летит куда-то на курорт, и, ну, нечаянно закинуть его в двигатель самолета. Блин, это звучит прикольно, мне самому реально интересно, что же будет. Ладно, давайте сперва откроем дверь, это я делаю аккуратно с помощью пулемета, чтобы случайно не разгерметизировать самолет, потому что иначе все пассажиры бы вылетели. Теперь нужно его аккуратно схватить и доставить, в общем-то, эп, стоп, не улетай, к двигателю самолета. Опять становится шумно, но оно так и должно быть, ведь мы за бортом, чувак, держись. Сейчас что-то будет, что ж будет, сам не знаю, но... Эээ, ничего не будет? Чел. Ну, а-а-а, я спасу тебя! Я не успею. Ладно, похоже, там не хватает тяги, чтобы человека туда просто засосало. И это на самом деле довольно обидно, чувак. Ну, уж ничего не поделать, ты будешь следующим. Я попробую тебя закинуть тогда знаешь куда? Эй, он опять вырвался у меня случайно из рук. Блин, пассажиры такими темпами скоро кончатся. Ладно, чел, ты иди тогда сюда. Нужно аккуратно двигаться, не перестараться. Я хочу закинуть его в заднюю часть. Но, скорее всего, из-за потока воздуха его просто отбросят. Я почему-то уверен. Ну и запихать его туда не выходит. Ладно, еще одна попытка. Ну, была не была. Еээ. Ну, ему, по-моему, просто оторвало голову. Ха-ха-ха-ха-ха. Реально просто оторвало голову. Жалко. Так, мне показалось, или... Это... Цвет. Вы понимаете, что цвет изменился? Здесь белый цвет воздуха, а здесь красный. Ну, неудивительно. Туда же засосало половину чувака. Ну, в общем-то, эффект есть. Ну, а какой будет эффект, если мы возьмем, например, термитную пушку? Да, я полазил по модам и установил вообще все огнеметы, которые смог найти. Первый огнемет это термитная пушка, но она слишком жесткая. Поэтому давайте возьмем обычный огнемет и немножечко добавим туда огня. Вау! Красота! Это круто! Это красиво! Давай еще! Жжжж! Как его закручивает! Ну, офигенно же! А оттуда вырывается уже горячий воздух. Но этого мало. Давай больше! Металл, из которого сделан самолет, он очень-очень жаростойкий. Посмотрите. Сам металл не начинает плавиться или гореть. Ладно, перейдем к другому огнемету. Более направленному, скажем так. Но опять же, никакого... Ой, по-моему, оно отваливается. Кусочки уже из двигателя полетели. Да, этот огнемет пожестче. И там внутри пламя горит. Вот сейчас действительно горит пламя. И оно держится. Это впечатляет. По-моему, кусочки пропеллеров постепенно отваливаются. О-о-о-о! Двигателю скоро придет конец. Что-то мне подсказывает. Или не придет. Давай еще огнемет. Ладно, давай следующий огнемет. Это плазма-пушка. Вот это пламище, друзья. Взрыв двигателя. Все, двигатель вышел из строя. Если раньше он хоть маломальски еще помогал самолету держаться на лету, то сейчас можно попрощаться. Чувак вылетел из двигателя. Ладно, на самом деле это просто разгерметизация корпуса. И оттуда сейчас полетят людишки. Ой, их тут забило. Ладно, переходим к следующему двигателю. О-о-о! Днище отвалилось! И все-таки да, я почитал, было правильно. Когда я говорил, что топливные баки находятся в крыльях. Почти всегда. Но вообще их три топливных бака, два в крыльях и два где-то должно быть на корпусе самолета. Не знаю где. Но ладно, следующий давайте двигатель. Это я замедление включил. Кажется, что он в другую сторону крутится, да? В слоу-мошене. А если добавить туда огня? Ну его сейчас должно закручивать и затягивать. Но это не так красиво, как с другим огнеметом. В этом плане гораздо лучше мини-огнемет. Давай. Вот оно. Будет мини-пламя. Вот оно красиво смотрится. Ну сейчас ничего не видно, но сейчас вот это основное пламя рассеется. И мы увидим пламя в двигателе. Вот. Красотища. Ну если это не красота, друзья, это выглядит прям вау. Реально как научный эксперимент. Так, надо поближе подойти. И прям вот туда, вот так. Давай, немного пламени. Но оно вырывается. Почему-то в слоу-мошене оно вырывается именно наружу. Раньше оно оставалось там и закручивалось. Но вы видели это, да? Может быть, не хватает тяги из-за того, что опять же лопасти оторваны. А вот так выглядит двигатель внутри. Ну хорошо. 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 Это хорошо. Ой-ой-ой-ой. Но не для, как говорится, самолета. Есть также вот такой вот плазменный рейкзак. Он, в принципе, практически такой же, как у нас был. Так что ничего впечатляющего. Нормал, экстра и максимум? Максимум. Это имеется в виду длина? А ну-ка, какая длина потока? Ну, вроде бы мощное пламя. Давайте попробуем поджечь крыло. А оно не будет гореть. Все-таки металл дает о себе знать. Так что... Гореть не будет. А что если, друзья? Мне кажется, будет интересно. А что если мы устроим пожар на борту? И в этот момент попытаемся выжить. Внутри. Как вам такая идея? Так. С термитную пушку использовать я не буду. Мини огнемет. Мощный огнемет. И вот такой вот максимальный огнемет. Хотя термитная пушка все-таки помощнее. Но она разрушает еще и оболочку. Нам это пока не нужно. Так. Короче, сзади произошло какое-то возгорание непонятное. Абсолютно не для кого. И... Я такой... Эээ! Пассажиры, пассажиры, пассажиры! Там какой-то идиот все поджег. Мы горим, горим, горим. Дым распространяется. Дышать уже нечем. Пожарная сигнализация не работает. Мы не горим. Ээ, а что мы не горим-то? Где пламя? Эй! Что за дела? Так, ладно. А если таким огнеметом попытаться поджечь? Почему? Пламя затухло Вроде бы пламя было много Может быть просто материалы такие Вот сейчас горят даже сиденья пассажиров Они уж точно должны быть горючими Вот, теперь внутри пожар Взрывы происходят Не, пожар горит Горит, горит, все Пламя начало распространяться Значит нужно бежать в другой конец самолета И смотреть что будет Надеюсь пламя не затухнет Потому что иначе наш эксперимент провалится Понимаете, ребятки? Сидящие здесь на сиденьях Вот ты, например, и ты Ладно, иди сюда Ты мне не нравишься Просто ничего, ничего такого Просто личные счеты Ты мне не нравишься Давай, полежи здесь, отдохни немного Ааа, какой ты придурок Мало того, что поджег самолет Так еще и бросает людей в огонь Ну, пламя так распространяется Что можно сказать не распространяется А если использовать мини огнемет Тоже добавить немножко огоньку Вот так по кругу пройдемся Главное не погибнуть раньше времени Все, ну теперь вот пламя тут тысячи градусов, друзья Если оно потухнет Я уже не знаю тогда, что делать И как вообще быть в этой жизни Потому что непонятно становится Ну что-то мне подсказывает Что пламя не будет распространяется Да, ну посмотрите Оно тухнет Черт, а это был бы классный эксперимент Ладно, а другой огнемет Хорошо, все Шутки закончились Я беру термитную пушку Извините, простите Вот теперь жестко Вот теперь термитная пушка Чувствуется прямо жар через экран Да, друзья Горячо Опять, видите Маленькие-маленькие очаги Вообще после термитной пушки Вообще огонь перестал гореть Что за дела Что за дела Так ладно У меня есть еще один вариант Кое-что сейчас сделаю Блоуторч берем И у нас есть режим инферно В Блоуторче Тоже мощное пламя Но оно прямо прорезает металл Взрыв произошел Жесть Вот теперь авария, друзья Вот теперь действительно авария Меня зажало Я не могу двигаться Потому что Очень-очень жесткая разгерметизация Меня тоже пытаются вытащить Ай, отстань Все, я вырвался Хотя не такая уж и жесткая Кого-то вырвало, конечно Из самолета Но в целом Все нормально Пламя горит А я жив Могу даже песни петь Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ничего на свете Лучше нету Чем бродить с друзьями По белому свету Мы летаем на самолетах Нам пофиг любые невзгоды Загорелся красный огонь Наверное, это предупреждение Что, типа Ну Сорян Сорян Где-то разгерметизация Где-то пожар И вот этот Блоуторч инферно Вот он Дал то пламя Которого я добивался Прикольно Почему одно пламя работает так А другое иначе Не совсем понятно Ну хорошо Похоже, самолет не упадет И будет гореть целую вечность Я, короче Как говорится Эвакуируюсь Я полетел До свидания Ладно, я не хочу лететь Взять В задней части самолета Идет Пожар Давайте добавим Немного Огоньку сюда Ой, оно сразу начинает Разваливаться Мгновенно Потому что оно прорезает Металл Видите, как работает Полностью прорезает Металл Это вообще не здорово Пожарная тревога Работает Слышите? Прикольно У пилотов в кабине Пожарная тревога А как вам такое, пилоты? Это нифига уже не пожарная Тревога, да? Пумс Самолет Родил Ха, обломки Не знаю У меня что-то по жизни Не задается с пожарами Я какой-то Огнеустойкий человек Ничего не могу поджечь Видите? Оно толком не горит Все пассажиры целые По крайней мере В первом классе Должны быть целые А, не, не целые Тут Тоже произошел Выброс пассажиров на улицу Ну, хорошо Давайте тогда, друзья С вами попробуем понять С пожаром не задалось Бросанием людей В двигатель тоже Давайте попробуем понять Где находится Та часть За которую самолет Держится Для этого Мы возьмем С4 Много С4 Прошу заметить Прямо дофига Так, это я уменьшаю Мне нужно увеличивать Сто процентов Это максимум, да? Возьмем среднюю часть Самолета Ну, вроде как По моим расчетам Середина самолета Это где-то тут И вот так вот Вдоль всего самолета Установим взрывчатку Мы попробуем его Типа разрезать на две части Взрывчатки много, да? Ну, прям Её реально дофига Взрыв будет Страшной силы Вот так вот Всё должно разорвать По моим подсчетам Если положить Ещё больше взрывчатки Что-то мне подсказывает Что будет беда-беда Потому что Ну, огонь уже Ни на что не повлияет Мне просто нужно выбраться Будет беда-беда-беда-беда Где моя С4? Ну, шо Отлетаем подальше И смотрим на результат Ну, конечно Без слоумо здесь Ну, никак Потому что Будет беда Ну, чё Три Два Один Погнали Ну, вроде бы Что происходит С бедными человеками Их с двух Просто сторон высасывает Они разлетаются В разные стороны И самолёт При этом стоит Чёрт возьми Вы посмотрите Мне не получается Его обрушить Ну, практически В середине Мы его Подорвали, да? Но как такового Взрыва не было Потому что Ну, потому что Потому что, да В этот момент Игра заглючила Вырвало просто кусок А теперь давайте Проведём тогда эксперимент Термитная пушка Мы здесь отрежем Кусок вот тут Здесь оно не держится Здесь тоже должно Отвалиться крыло сейчас Блин, а крыло Жесть Термитная пушка Даже не справляется Плазменный рюкзак Тогда поможет нам А, отлично Отрезал? Ну, кусок отрезал Так, суки Крыло держится Совершенно непонятно Почему Всё, сейчас будет Обрушение Одного крыла Второе крыло Всё ещё держится Значит Точка За которую держится Самолёт Находится где-то тут Я подозреваю Что это именно Вот эта точка Ой, чё-то Глюки Попробуем сейчас Вот именно В этой части самолёта Разрезать его Напополам Если, конечно, получится Если отвалится Задняя часть Значит Мы на правильном Пути А ничего пока Не отвалилось Кстати А сверху Ещё недостаточно Отрезали Во Окей Значит Где-то тут Центр Буду называть Его центром Тяжести Это получается Вот крыло Где-то, допустим Тут Сейчас проведём Ещё один эксперимент Друзья Чтобы на будущее Знать Как вообще С этим жить И как с этим бороться Ну Пытаюсь разрезать Самолёт Друзья Это сложно Вот оно Вот кусок Который Невозможно Разрушить Вот он Этот кусок Вот он Вот он А нет Стоп Он отвалился И был разрушен Вот тут Я не понимаю Почему А Слишком близко Подхожу Поэтому Плазменный резак Перестаёт работать Не нужно близко Подходить Давай же Уже Разрезайся Чёртов Самолёт Блин Ещё дальше Хорошо Будем по другому Действовать Так будет Быстрее Мне кажется Гораздо Быстрее Не правда ли Переходим К плазменному Резаку Давай Я повелитель Пламени Древнего Пламени Пламени Исю Исю Исильдура Так Давай Ну Что за дела Вот тут Да Кусочка Я не отрезал Странно Вроде бы Обрезано А вот Вот маленький кусочек Ну допустим Да Пытается Оторваться Но Чё-то ему мешает Где-то Маленько Вот Не отваливается Оно просто застряло Эй А как Оторвать На чём Оно держится На добром Во Оно не должно Держаться Но оно держится Почему-то Что за магия Мистика какая-то Не иначе Самолёт Не хочет Разваливаться На части Абсолютно Ну я не могу Найти Друзья Центр тяжести Хоть ты Блин Это Сальтуху Делай на месте Всё равно Центр тяжести Не будет найден Окей Окей Очень обидно Очень досадно Но придётся Сделать Старый добрый Взрыв Уже лаги начались Наверное Из-за пожара Вот сейчас Пожар горит Почему-то Ну ладно Была не была Взрыв Взрыв Зато получился А нормально Что оно держится Ну просто Объясните мне Вот тут оно Держится Я полагаю Вот здесь Смотри Да В общем Есть несколько Точек За которые Держится Самолёт Очень хитро Поступил Разработчик Но эти Точки Вычислить Ну мы вроде Одну из них Вычислили Но запомнить Где эти точки Находятся Это прям Задача Не из простых Поэтому Нужно будет Делать Что-то Другое Чтобы прийти К решению Ну ладненько Давайте напоследок Ещё кое-что Сделаем Итак Друзья В чём же Фишка Под прошлым роликом Также попросили Меня Поставить Бомбу В этом здании На каждом этаже Ну что ж Я в общем-то И сделал И сейчас Замедленные Записи В слоумо Мы с вами Посмотрим Как будет Происходить Взрыв Не знаю На какое Расстояние Нужно вообще Отойти Чтобы всё Было нормально Потому что Ну фиг его знает Мне кажется Сейчас многое Заглючит Ладно Врубаем Слоумо Со слоумо Всё-таки Меньше Глюков Происходит Ну и Пожелайте мне Удачи Так С выбираем С4 Так Ну что Была не была С богом Кнопка Нажата Уже Начались Это пипец С этим Не справляется Главное Что она Сейчас Не вылетела Вы видите Да Просто Половину Здания Оторвало Одновременно И взрыв Видно Только С нижней Части А вот Сбоку Вай 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 Как будто Мы Смотрим Супер Слоумо Оно И так Как бы Слоумо Но Здание При этом Выдержит Оно Не упадёт А Ошмётки Кидает Просто По всему Кварталу По всему Микрорайону По всему Городу По всей Стране Чёрт побери Не знаю Ужас Не хватает Музычки Нужно будет В следующий раз Музычку Вставить Тоже Классическую Будет Прикольно Ну а Если убрать Слоумо Если убрать Слоумо Глюки Стали Сильнее А быстрее Ну игра Не стала Идти Так Ну сейчас Обломки Попадают И вроде Как ФПС Должен Будет Восстановиться А мы С вами Посмотрим На Разрушение Итак Друзья Вроде бы Взрыв Утих Но Не знаю Получится ли Подойти Ближе Потому что Там внизу Творится Нечто страшное На некоторых Этажах Идет пожар И Мне бы Конечно Подлететь Туда В идеале Вроде Включил полет Попробуем Друзья Вы уж Не обессудьте Что фпс Просто нет И Ну просто Нет 4 фпс То есть 4 кадра В секунду Сейчас Это Пипец И Слоумо При этом Не включено Вот сейчас Включено Ну Ой Там снова Взрыв Снизу Происходит Посмотрите Выброс Обломков Дополнительный Взрыв Или что Это Почему Это А куски Обломков Посмотрите На соседнем Здании Жестяк Просто Жестяк Ну вот Так Конечно В реальной Жизни Здание Скорее всего Не выстояло бы И как Ровненько Стоят двери Обратите Внимание Да Двери Ведущие Куда В коридор Не знаю В ванную Комнату На каждом Этаже Они сохранились Потому что Что важно Правильно Гигиена Даже бомбы Это понимают Ну а от самого Дома Осталось Долго он Не простоит Жить в таком Доме Невозможно Хотя Можно жить Наверное Ведь он не упадет Никогда Он не падает Он не горит Он не падает И на этом Друзья Мы с вами Будьте счастливы Будьте добрыми До новых встреч Удачи Пока